Если у нас Дед Мороз и помощница его Снегурочка, то кто выполняет функцию новогоднего волшебника в других странах? Что кладет в носки непослушным детям итальянская ведьма Бифана? Почему французский Дед Мороз не ходит по домам в одиночку, а берет с собой злого фуэтара? Откуда у финского Деда Мороза такое забавное название, как Йолупуки? Почему в Японии два новогодних волшебника? И какими боевыми искусствами владеет Санта-Клаус из Китая? Все это мы узнаем из сегодняшнего выпуска. Итальянского Деда Мороза зовут Бабу Натали, что дословно значит Папа Рождество. Внешне он мало отличается от Санта-Клауса. Тоже носит красную одежду, седую бороду и передвигается с помощью оленей упряжки. Живет он в Лапландии, так как Италия слишком теплая для него страна. Считается, что прототипом Баба Натали является реальный человек, епископ Николай, который жил в городе Мира в 4 веке нашей эры. Особенно трепетно он относился к детям, он их защищал и благотворил. Святой епископ стал Санта-Клаусом в англо-саксонских странах и Николаусом в Германии, который приносит подарки детям на Рождество. Каждый народ называет его по-своему, но сохраняет его главные качества – доброту, щедрость, желание защитить слабых и несправедливо обиженных. Кстати, мощи святого Николая хранятся в Италии. Считается, что из Турции их украли итальянские купцы и раньше нередко возникали споры о том, что надо бы мощи вернуть туда, откуда их взяли. Еще один известный рождественский персонаж в Италии – ведьма Бифана. Прилетает она на праздник Эпифания, то есть богоявления. Отмечается он 6 января. По легенде, Бифана жила в Вифлееме, в городе, где родился Иисус. В ночь его рождения к ней в дом постучались волхвы, которые искали Иисуса, чтобы подарить ему подарок. Они предложили женщине пойти с ними, но она отказалась, сославшись на домашние дела. Позже ей стало совестно, что она ничего не подготовила к рождению Христа. Взяла метлу и отправилась на поиски младенца, но не нашла его. А чтобы искупить свою вину, начала летать по домам и дарить подарки разным детям. Но дарит она их не всем, а как и Санта-Клаус, только послушным детям. Тем же, кто вел себя весь год плохо, она приносит в мешочки угольки. На деле конфеты черного цвета. И наставляет их в носках, которые вешает в домах в качестве мешков для подарков. Из Италии отправимся во Францию. Так же, как и в итальянском, французское имя Деда Мороза дословно переводится как «Отец Рождество». Носит он красную униформу и густую белую бороду, а по городам передвигается на ослики с корзиной подарков. Вместе с ним, как хвост, постоянно ходит его напарник. Пер Фуэтар, который носит темный костюм, а в корзинке вместо подарков хранит розги для детей-хулиганов. Согласно французскому эпосу, Фуэтар имеет темное прошлое. А потому в качестве наказания за свои грехи он должен быть вечным помощником Ноэля. Ежегодно французскому Деду Морозу, Перу Нуэлю, дети со всей страны пишут письма. Впервые секретариат Перу Нуэля при главном офисе французской почты появился в 1962 году. А первым секретарем Перу Нуэля стала Франсуаза Дальто, психиатр и психоаналитик. В ее обязанности входило чтение писем и ответы на них. Почта с каждым годом имела все больше успеха, и так в 2007 году на имя французского Деда Мороза поступило более полутора миллионов писем. Причем из разных стран, а именно из 130. Большинство из них были бумажными, но кто-то отправлял сообщение на электронный адрес. Тогда почта начала нанимать специальных людей на восьминедельный контракт. Они выполняли обязанности Перу Нуэля. Ну и конечно в Канаде есть франкоязычная провинция Квебек. Там тоже есть свой Пер Нуэль. И у него есть своя почта с очень необычным индексом, который напоминает известный смех Санта Клауса. H0H пробел 0H0. Хо-хо-хо. Дальше отправляемся в Финляндию. Сейчас финские дети с радостью ждут своего Деда Мороза. Но еще пару столетий назад он был совсем другим. И рассказами о нем пугали непослушных детей. В финском эпосе Йолупуки представляет собой огромное страшное существо с головой козла, одетая в длинный кафтан и бродящая по дворам в поисках детишек-хулиганов. Спустя время языческий праздник забылся, а Йолупуки внезапно стал местным Дедом Морозом, который не пугает детей, а дарит им подарки и исполняет желания. Но есть и версия о том, что просто в средневековье в местных деревушках был обычай, когда ряженые надевали шерстяные шубы и маску козла. Оттуда и пошло имя Деда Мороза в Финляндии, что дословно значит «рождественский козел». У Йолупуки есть жена, тетушка Мори, которая перед праздником собирает в лесу шишки, кладет их в котел и накрывает пледом. На утро шишки превращаются в гномов, которые помогают финскому Деду Морозу с подарками и почтой. Из снежной Финляндии отправляемся в страну восходящего солнца. В Японии традиционный образ Деда Мороза выполняет Сигацу-сан, он же «Господин Январь». Но есть здесь и Отзи-сан, который появился позже, после того, как в страну начали проникать и другие культуры. Отзи-сан – это Дед Мороз, близкий к образу американского Санты. Сигацу-сан поздравляет жителей страны не с Новым Годом, а с началом так называемой «Золотой недели». Но подарки он не дарит. В Японии этим всегда занимаются родители, чего не скрывают от своих чат. Отзи-сан появился в Японии в конце 90-х. Тогда японцы увидели, как новогодние праздники отмечаются и в других странах. Иностранный Дед Мороз приходит уже в ночь с 31 декабря на 1 января, и он уже оставляет детям подарки. Одет он в точности, как американский Санта-Клаус, эдакий его японский брат, уважаемый дядюшка. Именно так переводится имя молодого Деда Мороза. Еще одна азиатская страна, которую мы с вами посетим – это, конечно, Китай. И ее главный новогодний герой – Шань-дань-лау-жэн. Дословно имя Санта из Поднебесной можно перевести как «Папаша Рождество». Ходит он в костюме красного цвета, но если наш Дед Мороз может надевать красные одежды вместо синих, по причине того, что красный раньше был синонимом слова «красивый», то у китайского и его собрата цели немного иные – отпугивать злых духов. Кстати, китайцы почему-то уверены, что Шань-дань-лау-жэн отлично знает философию Конфуция и обладает навыками Ушу и Айкидо. Дарит он подарки не только детям, но и взрослым и кладет в специальные конверты красного цвета – лайси. Подарки здесь денежные, в лайси необходимо положить четную сумму денег, так в жизнь привлечется удача и исполнятся все желания. Друзья, на этом у меня пока все. Если вам интересно посмотреть, как отправляются письма Деду Морозу в Арабских Эмиратах, заходите на мой ролик про дубайские экспо 2020. Делитесь в комментариях, в какой точке нашей планеты вы бы хотели отметить Новый Год. Какие традиционные новогодние блюда хотели бы попробовать. И, конечно, пишите, что вам интересно узнать. Факты, события и достопримечательности. У меня также есть второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу, и разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях, которые меняли мир. Называется канал Smaps Education, и я рекомендую подписаться на него школьникам, студентам, родителям, если вам интересна тема учебы за границей. На канале Smaps я рассказываю то, что вам не расскажет преподаватель в школе и университете. И эта информация собиралась целой командой экспертов международного образования за годы работы в России и за границей. Если видео вам понравилось, ставьте заслуженный лайк и подписывайтесь на канал. Пока!